Коллеги, приветствую вас. Я начну доклад, и константин, я надеюсь, что потом прокомментирует и ответит на ваши вопросы. Продолжим мы в русле как-то синтетических исследований и на поставленную проблему, проблему театра и зрителя, мы посмотрим с точки зрения иммунических данных. И в своем, скажем, обобщении, таком теоретическом, мы ссылаемся на основные мониторинги общественного мнения, которые проводятся в Украине. Первый мониторинг украинского общества, мониторинг социальных изменений проводится в институтах социологии, в Украинской академии, но с этими данными можно ознакомиться и в сборниках, и на сайте. Второй источник, тоже один из аккоритетных, это данные книги Сокийского международного института социологии. И третий, это исследования академика Семашко Александра Николаевича, которые он проводил, начиная с 70-х годов, в разных направлениях социологии и искусства, в разных направлениях социологии и театра, опрос основных субъектов художественной, вернее, театральной деятельности. И можно следующий слайд, так как, в общем-то, основной задачей социологии и искусства, как в основном социологии, являлась создание подхода к структурированию социальных отношений в сфере искусства, то социологи достаточно активно разрабатывали критерии вычленения аудитории и публики искусства из генеральной свободности населения. И если так перейти к уточнению понятия, то, естественно, выразведут понятия аудитории искусства, понятия публики искусства. И под аудиторией искусства подразумеваем, как правило, все население, которое контактирует со искусством, а уже те, кто имеет сознательный интерес, определенный тип действий, связанных с искусством, относим к категориям публики искусства. Ну и более детально мы представили определение, что понимают под театральной публикой. И в этой связи интересно как раз в контексте проблематики уличного театра классификация основных подвидов театральной публики. Первый, это интересный подвид, кадровая публика, это группа с устоявшимися традициями и привычками постоянного общения с театром, которые могут быть запрещены с детства, с семейными традициями посещения театра. Публика около театрального процесса, которое прямо или обоследованно ее организовывает. Сюда могут входить критики, театроведы, меценаты. Также заслуживает внимания в отход, при котором публика театра строится широко в рамках интерактивности, когда публики могут относить актеров к публику сцены и тем, с кем делятся своими впечатлениями зрители после спектакля. А вот наиболее близкое понятие для уличного театра, это подвид зрителям помимо воли. В классической интерактивации к ним относили зрители и выездные спектакли, особых учреждений, например, тюрьм томов, престарелых, детским томов и так далее. Когда зритель как бы инициируется театром, а не сам приходит в театр. Также в пространство театра попадает широкий диапазон социологических проблем, например, изучение социальной сертификации в пространстве театра, территориальная позиция, артер, балкон, гендерный анализ театральной публики. Например, западные исследователи отмечают тенденцию в последние, в общем-то, десятилетия феминизации публики театром, на примере Западной Европы. Также одной из таких интересных проблематик для социологии театра это составление социального портрета зрителя театра. Вот на фоне предложенных классификаций в публике театра специфика уличного театра и крановального движения заключается как раз в том, что преимущественно публикой уличного театра является зритель помимо воли. Уличный театр инициирует зрителя, врывается его в гостранство повседневности, тем самым миксуя характеристики устойчивой социальной общественности, расширяя аудиторию искусства. Чем интересен с точки зрения социального эксперимента как деконструктивная практика. Следующий слайд, собственно, в рамках мониторинга Института социологии, так как он касается всех сфер общественной жизни Украины, политической, экономической, культурной и так далее. Интересный блок посвящен проблемам досуга населения и ценен он для нас, естественно, временным охватом. Так что мы можем посмотреть структурный динамик, начиная с 1994 года. Последние данные институтам в виде открытого сборника представлены в 2016 годом, а в принципе замеры 2018-2019 уже проводились, но они еще не получили публикации. Значит, если посмотреть на выбор традиционных форм досуга, то мы можем увидеть, что преимущественно наиболее выбираемые, популярные, что является, считаю, выбор это просмотр телепередач, чтение газет, хотя динамика 2016 года, видимо, она замедляется, в то время, как, например, такие формы, как коммуникация и занятия с компьютером в 1994-2016 год, что логично, увеличивается. Традиционно небольшой процент у нас касается такой позиции, как посещение театров, концертов, музеев, художественных выставок. Но тут интересная тенденция, что именно в 2016 году эта позиция, она подскочила. И, в принципе, можно интерпретировать этот момент с тем, что для нестабильных этапов развития общества вообще свойственно обращение населения к прекрасному. И в историческом контексте мы знаем достаточно примеров, когда во время, например, военных действий и прочих достаточно таких сложных ситуаций зрители начинают приходить на площадки искусства, начинают приходить в театр. Возможно, для того, чтобы, в общем-то, весить или насытить свою повседневность элементами прекрасного. Дальше. Следующий слайд. Ну, вот тоже, можно посмотреть. Тут достаточно обширные позиции, что помимо просмотра телепередач, достаточно популярными формами ДОСУ являются посещение гостей, прием гостей, посещение магазинов, занятия здесь нет. и высокая позиция, просто отдых ничего не делает. Ну, а некоторые виды деятельности вообще теряют свою актуальность, например, как написание писем. Вы будете просто 4 по 2016 год посмотреть, как падают значения показательности. Следующий слайд. Финансовые расходы. На что из перечисленного ниже тратили деньги ваша семья за последние 12 месяцев? Чем интересен наш это распределение, что мы видим, что достаточно небольшой процент трат происходит как раз на виды деятельности, связанные со сферой искусства. Приобретение билетов в театр филармонию, приобретение билетов в музей на художественную выставку, концерт, даже концерты популярной музыки в том числе, небольшой процент и так далее. Следующая позиция. Очень интересный вывод получается, что одним из факторов, что мешает полноценно отдыхать и развлекаться, называется высокая стоимость билета в учреждения культуры и досуга. А вот если мы посмотрим, ну и недостаток, соответственно, собственных средств, если мы посмотрим следующий слайд. Если посмотреть распределение расходов финансовых в течение года, то достаточно высокие позиции у нас отмечаются, такие как приобретение сигарет. Билет и алкогольная продукция. А если сравнить цены на определенные заведения культуры в том же хиле, можно сказать, что в некоторых ситуациях цена на билет она может быть ниже, чем позиция покупки алкоголя и табачной продукции. Или на том же уровне. Поэтому корреляция тут у нас с точки зрения интерпретации очень сложная. Тут вопрос скорее стоит не в финансах часто, а вопрос в неких стереотипах, что посещать сведения культуры и искусства. Это дорого и требует много финансовых вложений. И второй момент – это момент входа. Есть потенция находиться в среде культуры и искусства, но нет знания и видимости дороги, как туда войти. Очень часто зрители не приходят в тот же театр, потому что не знают, как это сделать. Но при этом мы видим, что потенция и понимание важности расширения культурного кругозора, приобщения к культурным ценностям через искусство. Художественное творчество достаточно высокое. Так как бы население хочет, оно чувствует себя потенцией, но есть факторы, которые мешают это осуществлять. И видно, что хотели бы больше посещать заведения и мероприятия, связанные с искусством. Следующий слайд. Вот это очень интересный показатель в мониторинге, в данном мониторинге Института социологии в 2013 году. Эта позиция сдавалась в последний раз, дальше она не всплывала, поэтому можем проиллюстрировать 2013 годом. Чем он интересен? Во-первых, стабильный период развития украинского общества перед всеми событиями, которые следовали в 2014 году. Можем взять как некую такую точку стабильности. И что мы здесь видим? Что достаточно высокий процент заведений культуры, которые население не посещало в жизни никогда. А никогда это значит, начиная с детства, начиная с момента социализации той же школьной, а референтные группы свою задачу, инициации при общении к искусству не выполняли. Потому что, как мы прекрасно знаем, если брать тот же советский период, то в программу школьного образования как минимум входило обязательное посещение определенных заведений культуры и искусства. И среднестатистические советские школьники что-нибудь одно хоть раз в жизни давно посетили. Поэтому здесь тоже, в общем, интересное пространство для социологических рефлексий, и не только. Следующая позиция. Так, чтобы посмотреть на эту проблему в более свежем взгляде, я подобрала данные за 2018 год из опросов общественного мнения Киевского международного института социологии. Они представлены в пресс-релизах КМИСа. С ними можно ознакомиться. У них вообще достаточно очень широкий спектр направлений исследований. Тема называлась «Состояние и перспективы развития социокультурной инфраструктуры в объединенных территориальных громадах» в сентябре 2018 года. И тут вот такие интересные можно сделать обобщения относительно культурных практик и культурной инфраструктуры Украины. Значит, 50% взрослого населения Украины не посетили ни одного культурного мероприятия в течение последнего года. Тем не менее, 79% отмечают, что при должных обстоятельствах посещали бы культурные мероприятия чаще. Основными преградами является отсутствие средств и времени. Вес факторов средств и времени приблизительно одинаковый среди младших категорий населения, но ситуация меняется с возрастом. Люди в возрасте указывают про недостаточность денег двое чаще, нежели недостаток времени. И вот интересный тоже показатель, что только 1% населения посещает культурные мероприятия так часто, как пожелает. И так, чтобы скоррелировать с общей темой нашей конференции, уличный театр, то с нашей точки зрения уличный театр обладает потенциалом для альтернативного решения сложившихся противоречий, проблем входа и доступа к искусству, приходит к зрителю сам. В контексте медиатизации культуры, ну вот мы используем термин Тонсон 1993 года, когда повестку дня и культурные образцы формируют медиа, и в рамках сформированного общественного мнения versus настроения аудитории выбирается и обращается внимание на то, что предложено медиа, и уличный театр может выполнять функцию локальной медиатизации информационной и культурной повестки. Следующий. Ну, это пропускаем. Два слайда и... Следующий. Все. Спасибо. Значит, я, наверное, вам эту презентацию сделала. Так. Хорошо. Значит, последние данные эмпирического исследования, это экспертный опрос ключевых субъектов театральной деятельности, которая проводилась под руководством академик РОАОН, профессора, доктора философских наук Симашко Александра Николаевича. Проводился этот опрос в 2001 году. Несмотря на временной отрезок, который прошел со времени опросов, эмпирические данные представляют для нас определенную юристическую ценность, так как исследования в данной области практически не проводятся или же ограничиваются аудиторией театра без внимания к другим ключевым субъектам театральной деятельности. И, с другой стороны, указанный временной период характеризует наиболее стабильное состояние украинского общества обретения государственности, закрепления основных социальных институтов. И также есть возможность структурно наложить динамику показателей интереса населения в сфере искусства по результатам мониторинга общественного мнения. Как раз если коррелировать с данными института социологии за этот же период, то там достаточно высокий показатель посещения заведений культуры и искусства по сравнению с динамикой с 92-го по 2016 год. Экспертами выступили делегаты съезда театральных деятелей 2001 года директора театров, режиссёры, театроведы, актёры, которые репрезентировали на тот момент театральную общественность всех регионов Украины. И экспертам предлагалось по противальной шкале оценить различные характеристики и показатели театральной жизни. К сожалению, я пропустила просто, не вставила в слайд шкалу, но я очень-то постараюсь его зачитать. Александру Николаевичу была разработана, актракирована анкета стандартизированная, в которой он предлагал по пятибальной шкале оценивать различные позиции, которые касались оценки театральной жизни и своего положения в этой жизни основных субъектов театральной деятельности и характер этих позиций обширных. Значит, интерес публики к театру. Все различия среднестатистически значимы. Где-то она фигурирует на уровне 3,3 баллов. Состояние театральной жизни в столице 3,3 балла. Творческий потенциал труб 3,3 балла. Ну, условно, это можно сказать, что 51,5% из экспертов выбирали высокий балл в этой оценке. Далее, творческие перспективы украинского театра 3,3. Уровень отношения театра публика 3,2. Условия своего творческого роста 3,1. Профессиональная атмосфера в театрах по оценкам театроведов 2,7. Режиссеров 2,1. В общем, профессиональная атмосфера в театрах 3,1. Можно сказать, что эксперты, такие как театроведы и режиссеры, они как бы ниже оценивают эту ситуацию. Значит, средние оценки я даю по неспадающим. На более низком уровне состояние репертуара драматических театров в Украине 2,8. Уровень творчества режиссеров в театре как основного субъекта постановки 2,7. Состояние театральной жизни в Украине 2,6. Уровень отношений театра в критике театроведы 2,6. Состояние режиссеров по оценкам актеров и сценографов 2,5. А по оценкам заведующих литературной части и сценографов 2,1. Тоже пониже. Уровень театральной критики 2,3. Состояние театрального менеджмента 2,3. И самая низкая позиция в оценках по среднему показателю это уровень отношений театр-государства и власть. И на тот период Александр Николаевич Семашко на основе данных показателей сделал такие обобщения. Во-первых, он все-таки прослеживал потенциал на будущее для украинского театра. Отмечал расхождение ценностей нормативных подсистем основных участников театрального процесса. Особенно режиссеров и театральных критиков, что значительно усложняет регулятивно-управленческие возможности. Кстати, тенденция сохраняется и в опросах других представителей видов искусства. И в среде художественной, и в музыкальной, и среди литераторов основная проблема это проблема внутреннего взаимодействия, структура внутреннего взаимодействия субъектов художественного процесса. Очень много противоречий как раз находится внутри профессиональной коммуникации. Дальше. Различная оценка состояния театральной деятельности в регионах и в столице. Соответственно, в столице она оценивается повыше и поперспективнее, чем в регионах на тот момент. Основная причина трудности развития украинского театра, кроме невысокого уровня режиссура и драматургии, это недостаточная поддержка театра государства. Большинство экспертов считает, что за последние 10 лет экономическое положение театра нестабилизировалось 79,4% как бы некие ожидания и надежды, связанные с изменением строя, после перестроечный период и становление нового государства, некого такого удовлетворения профессионального не принесло. Практически все 99,4% считают бесперспективными ожидания на экономически самостоятельное функционирование театра. Думаю, что любой театр без постоянной материальной поддержки действовать не может.